Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Дос Ивана Алексеевна, учитель физики, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 25 города Салаира, Кемеровской области. В рамках пилотного проекта межрегионального сетевого партнерства учимся жить устойчиво в глобальном мире экология, здоровье, безопасность программы UnitWin UNESCO в настоящее время работают с зеленой аксиомой необходимость сохранения природного и культурного разнообразия как базовое условие выживания человечества и его устойчивого развития. Учащимся седьмого класса необходимо постепенно выйти на качественно новый уровень взаимоотношений с природой, изучая ее законы и подчиняя им свою деятельность на новый характер управления по образу саморегуляции, самоорганизующихся систем, зеленое потребление, мир, баланс, равновесие. Физика изучается в школе с седьмого класса, поэтому рассматриваю понятие данной учебной программы сила и давление. Эти физические величины связаны с мерой воздействия одного тела на другое. У нас сложная задача. С одной стороны, акцентировать причинно-следственную взаимозависимость воздействия одного на другое, а с другой стороны, выйти на понимание того, что для сохранения культурного, природного разнообразия важно понимать причины, следствия, последствия и прогнозировать их. Можно ли повлиять на сохранение разнообразия, на то, в каком мире ты живешь, что потребуется для этого? Чтобы дети нашли ответы на эти и другие вопросы, я выбрала для работы на занятии мультфильм «Сказка старого дуба» 1949 года издания. Содержание этого мультфильма позволит нам выделить причины и следствия влияния на жизнь на планете, наличие и отсутствие культурного и природного разнообразия, спрогнозировать последствия и отсутствие этого разнообразия. Дедушка, как у нас хорошо! Да, хорошо! Много Макарка потрудился, пока такой красоты добился. А помнишь, Кудрявая, что здесь было? Дедушка, а ты расскажи малышам про Макарку. Дедушка, расскажи! Расскажи! Ладно уж, так и быть, расскажу. Это было не так давно, когда у бабушки внучок Макарка был еще маленький. Вот однажды собралась бабушка по делам город и остался Макарка один. Лучка! Лучка! КОНЕЦ 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 Конечно, так можно. Какую беду натворил? Совсем не жалеет нас Макарка. И птиц разогнал. А без них нам от жучков житья не будет. Что верно, то верно. Нехороший мальчик. Уйдем отсюда. Ушли. Ой, жучка! Как пыль! Наши деревья ушли туда. Смотри, как там хорошо. Жучка, идем. Мы должны их найти. Пыль! Пыль! Жучка, жучка, смотри! Наши деревья! Малышки! Малышка! 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 КОНЕЦ 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 Теперь я знаю, что делать. Жаль, что я не могу донести тебя. ПЕЧАЛЬНАЯ Жудь, жудь, смотри! Вернулся! Сразу вернулся! Нас много ребятам, пусть каждый из нас, Пусть Костень для сада посадит сейчас. В Москве стали в Граде, везде, где живем, Деревья посадим, сады разведем. Ну, вот и все! Нас много ребятам, пусть каждый из нас, Пусть Костень для сада посадит сейчас. Пусть лучше и краше собака в деталку, Становится наша родная страна! Перед просмотром мультфильма Линков, пластеров, инфографики. Если затрудняетесь, то составьте просто план. В нем отразите последовательность событий. Эта отработка, последовательность событий мультфильма, Не пустая трата времени, А эффективно поможет легче выйти ребятам На понимание отношений человек-природа. Уважаемые коллеги! Далее можно использовать несколько вариантов работы На понимание причин Следственной взаимозависимости Поведения героя И состояния природы Можно использовать приемы Фишбоун Рыбная кость или скелет рыбы Ее называют. Чем этот прием хорош? Он работает на формулировку И выявление причин и следствий Характеристику отношений Направлен на развитие критического мышления учащихся В наглядно содержательной форме Всем учащимся раздается для анализа одинаковый текст И перед каждым ставится цель Заполнить схему рыбий скелет На протяжении 10 минут Затем проходит обсуждение результатов Обмен мнениями И заполнение общей схемы на доске Можно использовать другой вариант Работы с мультфильмом У нас на ватмане Зафиксирована последовательность мультфильма По сути план событий И я прошу Используя маркеры разных цветов Каждому событию мультфильма Написать два слова Напротив каждого пункта плана Причина или следствие И объяснить свой выбор Почему это происходило И какие последствия За собой повлекло Есть и третий вариант работы Над причинно-следственными отношениями В мультфильме Предлагаю детям посмотреть таблицу Что, как вам кажется, является причиной, а что следствием На слайде перед вами таблица Из двух колоночек Следствие и причина Например, следствие Деревья ушли Тенечко Воздуха лесного нет Что является причиной? Потому что Максимка Макарка сломал ветку Разорил гнездо птиц На дереве вырезал свое имя Следствие Побежал искать деревья Причина Потому что без них дышать нечем Жить некомфортно Максимка спас березку Жучка бросилась спасать Максимку Дуб спас Максимку Максимка спас жучку Человек – природа человек Причина Потому что Максимка дорожил деревьями А в ответ деревья и собака Готовы были помогать герою Много Макарка потрудился Пока такой красоты добился Потому что сломал ветку Разорил гнездо Птиц на дереве Птиц разорил На дереве вырезал свое имя Причина Обижал природу Что мне важно акцентировать в содержании? Какие запреты в общении с природой Нарушает герой? И как откликается природа На добрые устремления и дела героя? Есть в мультфильме две Макарки Почему я так говорю? Какой переломный момент Когда появился другой Макарка? Итак, мы отработали причинно-следственную взаимозависимость Поведение героя и состояние природы Далее можно использовать и работу в группах По задержанию мультфильма Для чего? Нам нужен акцент на правилах сада Макарки И самого нового Макарки Можно задать вопросы для обсуждения в группах Вопросы такие Что символизирует собой сад Макарки? Много Макарка потрудился Пока такой красоты добился Объясните, как потрудился Макарка Сформулируйте правила сада Макарки Или почему поют ребята Нас много, ребята Пусть каждый из нас Хоть кустик для сада Посадит сейчас Выйти на понимание, что от малого зависит многое Возможно, вам работа в группах и не понадобится Если эти правила дети сформулируют Во время работы с приемом ФИШБОУ Чтобы перейти к учебному материалу Помогают следующие вопросы Найдите в словаре значение слова «давление» Есть ли давление в мультфильме? Работаем с контекстами использования слова «давление» Давление – это понятие только лишь физическое Может ли оно быть социальным, экономическим? Что значит оказывать давление? Военное давление, политическое давление, психологическое давление Выявляю имеющиеся знания и опыт учеников Если мы оказываем давление на один объект Затронет ли это как-то другие сферы? То, на что оказывает воздействие в мультфильме Воздействие было оказано на деревья и птиц? А что мы получили в результате? Какие сферы были затронуты последствиями? Ребята должны прийти к следующему итогу Давление – понятие не только физическое, но и социальное, экономическое Давление распространяется во все стороны Поэтому последствия могут затронуть различные сферы жизни человека и природы Особо подчеркиваю, что давление распространяется не только в направлении действия силы А в каждую точку жидкости или газа Есть ли перекличка между нашими рассуждениями о давлении и учебным текстом параграфа? Тот факт, что давление передается не только в направлении действия силы, а в каждую точку жидкости или газа Каково новое значение «Смыслы» приобрел учебный материал о давлении, изученный на уроке Когда его рассмотрели под углом «Зрение зеленой аксиомы» В конце работы можно сделать групповую работу Такие мини-проекты в группах Найдите в различных источниках лексическое и толковое значение слова «разнообразие» Синонимы и антонимы к этому слову Ответьте на вопрос Почему нужен и важен каждый и каждому? Пусть самому неприглядному, необычному, незначительному, но с разных точек зрения Первая группа отвечает на этот вопрос с точки зрения ценности всех форм жизни на Земле Вторая группа с точки зрения уважения людей всех национальностей и культур Третья группа с точки зрения сохранения, спасения природного разнообразия в каждой стране, на планете Четвертая группа с точки зрения безвозвратности потери культурного наследия, а также отсутствия административных границ у культуры Работы оформляем в любом виде Презентации, плакаты, далее группы выступают, готовятся, выступают и защищают свои проекты Подводим итог Таким образом мы работаем над предмечиванием зеленой аксиомы на уроках физики Приглашаем вас к сотрудничеству Продолжение следует... Продолжение следует...